Добрый день, меня зовут Артём. Я из Украины, и наша команда из Украины. Мы небольшая инди-команда, распределённая. У нас сейчас нет даже офиса. Мы уже полтора года занимаемся разработкой игры. Мы её называем Seri Adventure. Идея игры заключается в том, что существо Seri, это такой инопланетянин с другой планеты, у которого есть драма, он потерял свою семью, потерял свою планету, но его планета его спасла, и он приземлился на своём корабле в другом мире, которого он не знает и не осознаёт. Проснувшись, он понимает, что он один, и он пытается спастись и пытается найти новый дом. И, значит, Seri, это главный как раз-таки герой нашей игры, очень необычный. Наша цель была, мы очень много времени на это потратили, наша цель была в том, чтобы создать существо, которое похож на человека, но которое по своим эмоциям намного добрее человека. То есть он хочет внести добро в этот мир, он пытается найти новый дом, но у него есть свои способности телепатические, и этими способностями он умеет взаимодействовать с объектами этого мира и с героями этого мира. И, соответственно, путешествуя по этому миру в поисках нового дома, он встречает существ, которые живут в этом мире, аборигенов, с которыми он помогает, и они становятся его друзьями. И идея игры заключается в том, чтобы объединять, то есть игрок должен объединять способности Seri, ментальные, как мы называем, и физические способности своих друзей, для того, чтобы решать пазлы и проходить вперед, то есть как бы совместно, помогая друг другу. Игра на самом деле сделана не для детей, жанр игры это адвенчура, причем релакс-адвенчура. То есть она сделана... То есть наша идея в том, что мы, когда посмотрели, когда мы пришли только на рынок игровой, мы посмотрели вокруг и поняли, что все делают зомби-игры. Игры про зомби, да, то есть как бы хорроры и так далее. И мы решили сделать что-то другое, как так называемый дистраптив, да, то есть как бы мы сделали красочную игру, интересных героев, интересный геймплей, эксплорейшн, да, то есть как бы игру про дружбу, игру, где у каждого есть свой характер, вот, и тебе нужно взаимодействовать с этими существами, с их характерами для того, чтобы они тебе помогали. Вот, и это очень интересно с точки зрения именно как семейной игры. То есть в эту игру очень интересно играть всей семьей, и также очень интересно играть взрослым людям, которые уже устали, пришли с работы, сели на диван, включили свой большой телевизор и как бы сосредоточившись, ушли полностью в этот мир, да, то есть как бы пытаются вот проходить пазлы, решать пазлы и получать от этого удовольствия новый экспириенс. Вот мы делаем такую игру. Скажите, возможно, в вашей игре присутствуют какие-то новые механики, которые мы не видели в других играх? Да-да-да, механики очень интересные, потому что у нас, получается, вроде бы как есть друзья, и обычно в таких играх, вот как наша, ты переключаешься между разными героями и можешь ими управлять. Мы сделали совсем наоборот, что у нас есть главный герой, и, получается, твои друзья, ты их просишь тебе помочь, да, и, получается, вот именно вот эта механика помощи, взаимопомощи мы это называем, да, то есть как бы она очень довольно уникальна. И еще уникальная механика, которую мы сейчас внедряем, это в том, что каждый герой из Самсари со своими телепатическими способностями может взаимодействовать с любым объектом мира. Это очень интересно. То есть нам хочется сделать игру, в которой человек не просто бежит вперед, нам хочется сделать игру, в которой человек ходит вокруг, смотрит, да, то есть как бы взаимодействует с миром, и на это все накладывается какая-то основная линия геймплея. То есть тебе не нужно все время бежать вперед, тебе просто интересно посмотреть, что происходит вокруг и попробовать с этим повзаимодействовать. Скажите, как вы пришли к такому оригинальному визуальному стилю? Что вас подтолкнуло к этому? Ой, ну, это большая эволюция, на самом деле. То есть эта игра – это эволюционная игра. То есть мы начинали вообще совершенно с другого концепта, да, и первые вот игры, которые мы увидели похожего типа, это были игры Abzu, Journey, так называемые, да, сейчас уже есть больше таких игр, вот такие non-violent адвенчуры, вот, в трехмерном мире. И нас это очень сильно заинтересовало, и мы очень большим количеством опыта, ну, то есть как бы вот экспириенса, да, то есть и эволюции, эволюционным подходом мы пришли вот к тому, что мы имеем, да, то есть как бы мы у нас, команда сейчас уже шесть человек, вот, не все работают full-time, но каждый привносит, каждый человек, который приходит в команду, привносит что-то свое. И особенность именно нашей команды, мне кажется, то, к чему мы пришли, к этой графике мы пришли. За счет того, что мы, я как руководитель команды, мы полностью имеем свободу креативную, то есть каждый делает максимально, да, то есть как бы то, что он может и хочет, и у нас получается в целом очень интересная, скажем так, комбинация, интересная игра, да, то есть именно за счет этого. Это занимает намного больше времени, чем просто, скажем так, делать по каким-то мейлстоунам, но у нас получается очень интересный результат. Вот то, что вы как раз можете видеть на экране. Сколько времени у вас ушло на создание игры? Вот мы примерно разрабатываем это полтора года. Правда, мы много раз это переписывали. Это уже готовая игра? Нет, это все еще в ранней стадии, да, то есть в этом-то и, ну, немножко есть негативная сторона бизнеса, да, в том, что мы, у нас есть креативная свобода, соответственно, мы тратим намного больше времени на переделывание, да, то есть мы уже там три раза просто полностью все переделывали, потому что мы понимали, что мы пришли в тупик, и здесь нужно делать по-другому, и нам, соответственно, нужно много времени на переделку. И, ну, и, соответственно, вот как-то так, да. Скажите, на каких платформах стоит ожидать игру? Смотрите, я вообще позиционирую, или мы позиционируем игру больше как консольную игру, по крайней мере, в самом начале. А далее мы хотим выйти на PC и в перспективе на мобайле. Значит, ее в скором будущем можно будет приобрести, например, на Switch, Xbox One или PlayStation 4? Да, да, это вот первое, куда мы хотим пойти, потому что все-таки, посмотрев на нашу игру, можно понять, что это игра, которая очень комфортно играть, сидя на диване перед большим телевизором, да. Визуальный стиль вашей игры напоминает классические консольные игры. Да. Когда вы планируете закончить работу над игрой? Когда ее можно будет купить? Это сложный вопрос, который как раз-таки креативный. На самом деле мы планируем это закончить к осени следующего года, да, но это также вопрос, да, то есть как бы тут нужно синхронизироваться по нашему прогрессу, но наш план — это следующий год. То есть не начало, а где-то конец следующего года, 2019. Сейчас все практически продается в цифре. Вашу игру можно будет приобрести на физическом носителе? Это тоже хороший вопрос. На самом деле, вот я как человек, который представляет все-таки бизнес в нашей команде, да, я вижу этот продукт не только как игру, а как так называемый IP — это Intellectual Property, да, то есть как бы, то есть я хотел бы сделать продукт, который можно распространять в виде игрушек, в виде мультиков, да, то есть почему мы фокусируемся на этих уникальных героях и на их характерах, да, то есть потому что из этого всего можно вывести очень много мерча, да, и включая физические носители тоже. Да, и создать целую вселенную. Да, да, соответственно, это наша цель, да. То есть не просто игра ради игры, а именно игра, ну, то есть как бы experience ради вот этого IP, так называемого, скажем так, модного сейчас слова, которое применяется тоже в геймдеве. Вы сказали, что вы с Украины, поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы узнать, как у вас, в общем, обстоят дела в Украине с игровой индустрией? Ну, сейчас гейминдустрия очень круто развивается, да, то есть как бы, когда мы пришли, у нас был очень сырой билд, на самом деле, игры, да, то есть первый, который мы собрали там за два месяца, и, ну, из-за того, что у нас особо не было конкуренции, мы даже там получили там приз «Лучшая игра на Unreal Engine», да, то есть Unreal Engine — это движок, вот, а сейчас конкуренция настолько сильно выросла, вот буквально там за полтора года, что люди показывают очень конкурентоспособные проекты, и это не только сталкер, да, то есть как бы то, чем славится Украина, да, то есть очень много интересных проектов разрабатывается, и даже такого ААА формата, да, то есть мы не можем сказать, что это ААА то, что мы делаем, но мы делаем высококачественный ААА, то есть это уже не совсем инди, да, инди только говорится о том, что мы как бы независимые, и мы пытаемся делать, как бы, ну, давать креативу свободу, но на самом деле мы делаем игру, которая имеет высокую планку качества, и это то, что сейчас востребовано, будет востребовано еще больше в будущем. Скажите, вы первый раз в Литве на игровой выставке Game On? В Литве я первый раз, да, в Литве я первый раз, но вот когда я только начал разрабатывать, я пришел, на самом деле, в Game Dev, ну, из другого бизнеса, из IT, да, из такого хардкорного аутсорсинга IT, и мне пришлось очень быстро это все изучать, и вот, например, в прошлом году мы побывали чуть ли не на 12 конференциях по всему миру, в этом году я был в Китае, в прошлом году я был в Штатах также, да, то есть как бы, и мы собираем постоянно информацию с разных, скажем так, частей нашего мира, разного менталитета, культуры, да, то есть как бы и в Литме мы первый раз, ну, да, да, первый раз, ну, я думаю, что мы вернемся еще раз, очень классная конференция. Как я понял, серия Adventure, это ваша первая игра? Это наша первая игра, да, то есть, получается, что на самом деле я бы, да, я бы сказал бы, что это дебют, но, с другой стороны, если посмотреть на нашу эволюцию, мне кажется, что это уже пятая игра, потому что мы ее так много переделывали, эволюционировали, что мы просто, скажем так, отбрасывали большое количество прототипов, которые тоже могли бы стать играми, но мы решили двигаться вперед, вот, и развивать именно это направление, то есть, по ощущениям, это как будто бы мы уже сделали пять игр. Скажите, возможно, где-то можно скачать демо, чтобы оценить вашу игру в более спокойной обстановке? Да, вы можете со мной связаться, и я вам смогу выслать демо-версию, вы можете поиграть, расшарить, сказать свое тоже слово по этому поводу. Огромное спасибо вам за то, что согласились ответить на мои вопросы, и будем пробовать вашу игру. Спасибо большое, с удовольствием.